Когда течёт энергия любви, то это счастье даёт. Когда человек видит кого-то, видит любимого, близкого человека, он на самом деле видит любовь свою в нём. Это не факт, что он видит всего человека. Это является также камнем преткновения в отношениях. Часто, допустим, девушка видит в мужчине то, что она любит в нём, но в нём есть также что-то другое, чего она ещё не видит. И часто за любовью человек не видит личность. Часто бывает так, что мужчина смотрит на девушку, пытается ей наслаждаться, а там за этим наслаждением находится человек, которого он не замечает в это время. Но когда мы начинаем пытаться отбрасывать мелочи, когда мы пытаемся что-то чистое, светлое, главное в отношениях с человеком строить, тогда постепенно мы Личность начинаем видеть. Я как-то увидел, что у меня жена, она такой чуткий человек, требующий себе очень такого бережного отношения, что она ждёт моего очень близкого внимания к ней. Не обнимания, а вот именно спокойного внимания, такого чуткого в глаза. Что ей очень важно, что я как бы вот её почувствовал, вот такую хрупкую, нежную, что я её увидел. И когда я это понял, она успокоилась, стала счастливой. Ну то есть все вот песни женщин об этом, что надо вот так к ним относиться. А женщина должна понять, что мужчина — это тот человек, который требует поддержки. Потому что женщина, она нуждается в гармонии, а мужчина нуждается в развитии. И когда, допустим, женщина смотрит на мужа с поддержкой, она думает, у тебя всё получится, у тебя всё будет нормально, ты сможешь победить. Она так смотрит с поддержкой. То в это время она видит того человека, который с ней живёт, который ждёт её этого взгляда. То есть он ждёт, когда она сможет увидеть в нём вот то, что даст ему силы жить. Но когда она в нём видит недостатки, тогда, соответственно, он страдает, мучается. Другими словами, можно поливать цветок жизни человека, а можно его отравлять своим взглядом. Таким образом, когда между нами ещё есть вот это чувство любви, когда оно движется, когда есть вот эта сила, в это время нужно учиться не наслаждаться друг другом, а нужно учиться думать о чём-то более главном, учиться видеть человека, его интересы поставить на первое место в отношениях. Это аскеза. Надо заставить себя не пытаться делать то, что ты хочешь, а то, что он хочет в отношениях узнать его желания, его трудности. Об этом как раз поётся в песне. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Если мы не будем видеть мелкого в зеркальном отражении, то любовь будет долгою на всю жизнь. А если мы будем замечать недостатки, доказывать своё, пытаться отстаивать свою правду, доказать ему, что он неправильно себя делает, ведёт, то любовь не будет долгой на всю жизнь. Видите, то есть сначала это все получают от Бога. Это чувство, которое человек испытывает, чувство любви, оно от Бога идёт. Часто люди думают, что это просто как совместимость работает. Это Бог даёт в сердце людям возможность почувствовать душу друг в друге. Когда люди встречаются из сердца, Господь соединяет два сердца, и они начинают чувствовать душу, то есть начинают чувствовать самое светлое, самое лучшее друг в друге. И они начинают чувствовать единство, они чувствуют, что они связаны друг с другом. И человек смотрит, видит любовь свою в другом человеке. Смотрите в Тебя как в зеркало, как в самоотражении, и виду в этом зеркале любовь свою. И все мои мысли поглощены этому, этим. Теперь некоторые думают, это всё теперь навечно, можно не расстраивать, всё у меня будет нормально, женимся, теперь самоотражение будет работать всегда. Нет, теперь это же демоверсия, то есть try and buy, то есть тебе дали возможность попробовать такие отношения. Теперь докажи, что ты можешь их всю жизнь строить. А некоторые думают, что вот что-то, наверное, мне показалось, потом через пять лет сам вместо жизни. Нет, всё не показалось, так и есть, просто ты докажи. Если ты хочешь не видеть мелкого, если ты способен, как бы, правильно себя вести, прощать, переступать через свою гордость, если ты способен личность выдержать рядом с собой, личность выдержать, тогда всё будет хорошо. Таким образом, если человек не изучает, как правильно жить, то вряд ли он сможет быть счастливым в личной жизни. Надо внимательно следить за тем, что происходит. Можно понять характер женщины, можно понять, как она устроена. Она не такая, как мужчина, совсем другая. Женщина хочет теплоты, нежности, глубоких отношений. Мужчина хочет побед, достижений, он хочет счастья в отношениях женщины. Мужчина хочет поэтому, чтобы женщина, она была предана ему, хочет её победить, доказать ей, что он хороший, постоянно доказывает. Женщина хочет гармонии, она пытается мужчине донести её желания близких отношений. Чаще всего люди видят в отношениях только свой интерес. Это мы сотканы из этого, нам очень трудно это преодолеть. То есть каждый человек своего хочет в этом мире, потому что это даёт ему счастье. И сделать счастливым другим, другого человека, близкого человека, это переступить надо через своё счастье, через личное. А переступать очень трудно через своё счастье. Но именно тогда, когда человек переступает через своё счастье, он начинает видеть в близком человеке это чистое и светлое. Как-то одна девушка подошла ко мне и спросила, «Олег Геннадьевич, я не знаю, как увидеть чистое и светлое в своём муже». Я говорю, «Вам надо для него что-то делать лично». Она говорит, «Я делаю, я готовлю, стираю, убираю». Я говорю, «Ну, вы это делаете, чтобы он был счастлив, или чтобы он вас похвалил, чтобы он обратил на вас внимание, как вы настроены? Бескорыстно, или у вас есть желание взаимности в это время?» Она говорит, «Ну, конечно, есть желание взаимности, ну, вот как, представьте, Олег Геннадьевич, я его накормила, он поел и пошёл, как бы, и взаимности никакой нет. Что это за жизнь?» Видите, сложный вопрос. Правда, когда человек поел и пошёл, готовила, готовила, старалась, ну, что это за жизнь? И он не хочет отвечать взаимностью. Но когда человек не ждёт к себе любви, тогда в это время в сердце близкого человека постепенно рождается благодарность. Когда он ждёт к себе любви, он не видит человека, он видит только своё ожидание. И если человек не откликнулся на это ожидание, значит, тогда отношения становятся ещё хуже. То есть надо просто сделать близкому человеку что-то хорошее, и дальше ничего не желает стараться от него. Но если от него приходит благодарность, значит, настоящее что-то от него приходит. Вместе с этой благодарностью приходит знание о его чистом и светлом. Не надо думать, что никогда не дождёшься от человека. На самом деле, если бескорыстно служить человеку, то есть две стадии всегда его реакции. Первая стадия – он начинает гордиться собой. Как маленький ребёнок, он сначала кушает молочко, и он на маму не обращает внимания. Он кушает, кушает, может даже куснуть, если, допустим, мало молочка, он даже кусаться начинает, недовольный, но когда он наелся, он тогда смотрит на маму. В этот момент он её видит, потому что он уже наелся. Точно так же человек взрослый ничем от ребёнка в любви не отличается. То есть он сначала пользуется энергией любви, наедается, насыщается ей, и в это время нужно ему давать энергию любви близкому человеку. Он насыщается. Когда он насытился, тогда он становится благодарным, и у него из него начинает литься желание отдать.